И пьёт тревогу молодёжь, любой наркотик, это ложь, нужно смело, ребята, нам поймайте, чтоб Россию от сквера не спасти. По традиции форум начинается с серии гимнов трезвости, мир без зависимости. Основная цель Международной Академии, в которую входит порядка 150 человек. Это политики, учёные, общественники, социальные работники, специалисты отрасли здравоохранения и образования из России, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана, Туркменистана и Италии. Больше недели участники форума посвятят обсуждению вопросов утверждения трезвости, профилактики детской и подростковой наркомании и реабилитации зависимых. Мы помогаем нашим органам и организациям, нашим различным структурам, те, кто призваны заниматься антитабачной темой, антиалкогольной, антинаркотической, хотя всё это наркотики, табачище и винище, это всё наркотики, только легальные и нелегальные есть понятия, да, привлечь лучшие мировые технологии. Есть проськи алкогольной и табачной мафии. Стараются и на законодательном собрании, я имею в виду Государственной Думы, внести какие-то послабления в рекламу, например, алкоголя, да, в расширение алкогольного прилавка, например, где-то поблизости учебных заведений или медучреждений, что сегодня категорически запреждено законом. Ну, это жизнь, это, может быть, даже война какая-то идёт. Проблема алкоголизма и табакокурения особенно велика в России. По данным ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения, Интерпола и ряда других экспертных ведомств, наше государство – одно из самых пьяных и прокуренных в мире. Во многих городах ведётся активная работа по профилактике и предупреждению вредных и опасных для жизнезависимостей. Результат хоть и небольшой, но есть. Если шесть лет назад на душу населения приходилось 18 литров выпитого алкоголя, то на данный момент эти показатели составляют порядка 15 литров. Задача каждого представителя Международной академии трезвости к 2020 году – снизить общее потребление спиртного до 8 литров с помощью привлечения мировых технологий и методик. Обучение пройдут и сочинские специалисты, и общественники, которые уже больше года ведут активную работу по программе «Сочи вне зависимости». Мы выявляем на достаточно ранних этапах развития этой алкогольной болезни те группы риска, которые могут войти в эту болезнь. И пытаемся своими медицинскими и социальными реабилитационными действиями предотвратить вхождение этих людей из группы риска в уже настоящую алкогольную болезнь, тогда, когда их должны лечить врачи-наркологи. Как не допустить развития зависимости и в конечном итоге искоренить алкоголизм, курение и наркоманию в стране, участники форума будут обсуждать в ходе семинаров, круглых столов и мастер-классов. Завершится конференция 22 октября.